Вы смотрите новости на Асонс ТВ в студии Влад Французов. Здравствуйте! О самых заметных событиях, произошедших в регионе на этой неделе, вспомним в итоговом выпуске программы «Сахалин сегодня». А пока коротко о главных темах. Окажут поддержку правительство региона, поможет птицефабрике «Островной» восстановить производство. На поддержание жизнедеятельности предприятия и на приобретение инкубационного яйца, суточных цыплят, для скорейшего восстановления производства. Вынужденная мера. Инспекторы ГИБДД будут эвакуировать автомобили рыбаков, мешающие проезду. За минут 30 стоим в пробке. Не можем разъехаться. Наводнение в подвале. Жители дома по улице Ленина на этой неделе задыхались от зловония. Задыхаемся от этого всего. Испарина идет до самого четвертого этажа. Просто невозможно в квартирах и в подъездах находиться. Дизайн будущего. Учащиеся кванториума создали макет кампуса «Сахалин тех». Который представит Сахалинскую область в Сочи на территории федерального значения «Сириус» на стратегической сессии ректоров по кампусам мирового уровня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас в ВОЗе создают научную и производственную инфраструктуры. Деньги дадут под аренду и обустройство этих помещений. Министр финансов России Силуанов особо подчеркнул, из 89 субъектов Российской Федерации, 8 субъектов, в том числе Сахалинской области, определены приоритетными и предусмотрены в бюджете и федеральном бюджете. Ну и, соответственно, конечно, приоритет, то есть строительство кампуса в Сахалинской области. Еще 220 миллионов получит Институт развития и образования в Сахалинской области. Средства пойдут на профессиональную подготовку кадров. Дефицит регионального бюджета останется прежним – почти 39 миллионов рублей. Независимые лаборатории подтвердили укуростровной высокопатогенный грипп. Напомню, что о падеже птицы на предприятии стало известно на прошлой неделе. Для предотвращения распространения инфекции в радиусе 5 километров объявлен карантин. На птицефабрике уже работают над планом по восстановлению производства. Подробности в нашем сюжете. Заболевание является особо опасным, в том числе и для здоровья человека. На территории птицефабрики сейчас ведут борьбу с распространением инфекции. Установлен контрольно-пропускной пункт. На предприятии ограничили въезд автомобилей. В очаге работают люди, без выезда, проживают на месте. И ни один человек не выходит за пределы территории, пока не пройдут все ликвидационные мероприятия. Для предотвращения распространения вируса. Погибшие поголовье островной сжигают на территории фабрики. Также в целях предосторожности у фермеров в радиусе 5 километров будет изъята домашняя птица. Сахалинцы, которых коснется данная мера, могут рассчитывать на компенсацию из регионального бюджета. По вопросам выплат следует обратиться на горячую линию. Номер на экране. Принято решение птицефабрику сохранить. Это самое главное. Уже в ближайшее время, когда мы закончим все противовирусные мероприятия, сразу же закипит работа и уже идут расчеты по восстановлению фабрики и объемов производства в прежнем объеме. Островная уже получила рекомендации Национального союза птицеводов. После очистки производственных помещений на птицефабрике появятся дополнительные санитарные барьеры, чтобы защититься от возможного проникновения вируса. Сотрудники пройдут переобучение под новые условия. Есть понимание по периоду восстановления производства птицеводческой продукции. Правительством Сахалинской области будет оказана поддержка предприятию на поддержание жизнедеятельности предприятия и на приобретение инкубационного яйца, суточных цыплят, для скорейшего восстановления производства. По оценке, конец августа-начало сентября текущего года предприятие возобновит производство яйца. По планам мясо птицы появится на прилавках раньше. Прогноз дают на июль. А пока в области наращивают оптовые поставки профильной продукции с материка. Сахалинская область готовит 12 проектов для участия в конкурсе по формированию комфортной городской среды. По одной заявке поступят из разных районов. Это скверы, парки, площади и набережные. Некоторые из них уже построены в рамках госпрограммы, но выдвигаются для продолжения благоустройства пространства. В случае победы муниципалитет получит федеральные гранты для реализации идеи. Территорию выбирали сами жители. Это место наиболее популярное у местного населения и туристов. Проекты по обновлению или созданию нового пространства разработали профессиональные архитекторы, учитывая интересы людей разного возраста. Это больше, чем просто благоустройство. Обязательно должно быть части населения по выбору, социальное проектирование, где обсуждаются с ними общественные пространства, чтобы они хотели видеть. Это также участие бизнеса, то есть должна быть экономическая составляющая. То есть эти общественные пространства, которые появляются, создаются, они должны быть точками притяжения. Строительство и реконструкция общественных пространств, выбранных в этом году, начнется в 2025-м. Повлиять на победу могут только сами сахалинцы, участвуя в голосовании. Сотрудники госавтоинспекции в четверг отправились в одно из мест паломничества рыбаков. В центре внимания инспекторов оказался прибрежный участок в Долинском районе. Накануне там возникли проблемы с проездом транспорта по федеральной трассе. Любители подлёдного лова в некоторых местах не оставили шанса для движения грузовиков и автобусов. За минут 30 стоим в пробке, не можем разъехаться. Движение как в Москве. Движение на трассе, связывающей юг и север острова, остановилось за Стародубским. Очевидцы снимали ситуацию с разных сторон, в том числе и в эпицентре проблемы. Ну вот мы встали. Шахтёрский автобус и Паранайский. Примерно это 65-й километр между Советским и Найбой. Телеграм-канал ЧП Сахалин сообщил, что до точки назначения не смогла проехать даже скорая. Она двигалась к месту ДТП, которое произошло между Ильинским и Арсентьевкой. Помощь нужна была двум пострадавшим. В итоге на срочный вызов поехала другая бригада из Тамаринского района. А в четверг утром в управлении госавтоинспекции предупредили рыбаков о санкциях за неправильную парковку. Автомобили, затрудняющие проезд пассажирского сообщения, а также создающие препятствия для других транспортных средств, будут эвакуированы на специализированную стоянку города Южно-Сахалинска. Информация, кажется, мгновенно разлетелась по группам любителей подлюдного лова. Рыбаков в четверг в том районе было гораздо меньше. Возможно, причина не только в предупреждении. Говорят, что в среду клев там был, мягко говоря, неважный. И сегодня попытать удачу в те места поехало гораздо меньше охотников за корюшкой. Сегодня, 15 февраля, сотрудниками госавтоинспекции при осуществлении организации дорожного движения на данном участке нарушение правил парковки и препятствия для движения транспортных средств не выявлено. В госавтоинспекции пообещали и дальше держать обстановку на контроле, и советуют рыбакам не доводить ситуацию до эвакуации. Ведь машины обещают отвозить в Южно-Сахалинск. А такая доставка может обойтись в круглую сумму. Алексей Трелицкий, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. А сейчас об одной коммунальной проблеме, с которой столкнулись жители дома номер 491 по улице Ленина. Несколько дней люди страдали от зловония, исходящего из подвала, где прорвало трубу. Жильцами встретилась наш корреспондент Валерия Елисеева. Валерия Борисова проживает в этом доме давно и отмечает – проблема с коммуникациями постоянная. В прошлый раз из-за прорыва трубы дом остался без света. Перегорела техника, дорогостоящие титаны, телевизоры, стиральные машинки, пылесосы, все, что было включено, все перегорело. На тот момент, когда обращали ЖЭК, ЖЭК отказывался. Я знаю точно, что несколько наших соседей обратились в суд и выиграли суд. И ЖЭКу принудили, чтобы они оплатили ремонт техники. На этот раз вода в подвалах стояла неделю. Жильцам пришлось самостоятельно справляться с потопом. Ведра мы вычерпывали до четырех утра. И вот четыре человека. Один его черпает, а трое вытаскивали на улице. Давайте откроем, посмотрим. До сих пор вода там стоит. Однако, эта проблема не единственная. В многоквартирном доме постоянно стоит зловоние, исходящее из канализации. Вот в чем проблема. Мы задыхаемся от этого всего. Испарено. Идет до самого четвертого этажа. Просто невозможно в квартирах и в подвездах находиться. По словам жителей дома, коммунальные службы в курсе проблем. Информацию направляли в Горводоканал. Обращались и по номеру 112, но все безрезультатно. При расчистке дворовой территории наварили большую гору снега. И кроме того, на колодце стоит автомобиль брошенный. То есть вот с трудом нашли хозяина автомобиля, попросили помощи у городских властей техники. В общем, город предоставил технику. Ну, с опозданием, но тем не менее, предоставил. Сейчас расчистили. И в ближайшее время подъедет бригада с другого засора. Ну, и будем чистить, устранять. Да, действительно, вызов на номер 112 поступил от заявителей по данной ситуации. Хотелось бы отметить, что при обращении на номер 112 ни один вызов не остается непринятым. Прием обращений в Центр 112 осуществляется в круглосуточном режиме. Что касается блокировки номера абонента при обращении на номер 112, это просто невозможно осуществить по техническим характеристикам и особенностям системы. Жители дома номера 491 по улице Ленина надеются, что будут услышаны и их проблему решат в кратчайшие сроки. Валерия Елисеева, Александр Четюников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. В Южно-Сахалинске продолжается возведение двух пятиэтажных блок-секции на улице Больничной. Новые монолитные дома рассчитаны на 180 квартир и предназначены для жителей аварийных общежитий, расположенных на Кумбраспекте. Ход возведения проинспектировал мэр Сергей Нацадин. На данный момент подрядчик уже завершил монтаж коробки первого дома. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям и фасаду. На втором объекте выполнено бетонирование, установлены окна, специалисты прокладывают все инженерные коммуникации. Смотрели вопросы, связанные с обустройством самих квартир, потому что дома сдаются под ключ. Договорились поплотнее поработать с жителями, чтобы они видели уже свои квартиры, ну и учесть замечания, которые, возможно, будут на стадии перед заселением. И соответствующим образом проговорили про благоустройство. Сдать новостройки в эксплуатацию планируют в ноябре. Напомню, для переселенцев из ветхого и аварийного жилья дома сейчас возводятся в разных микрорайонах Южно-Сахалинска, в переулке Горького, в Новоалександровске и в ЖК «Горизонт». Более 1300 человек получили компенсацию за проживание в пансионате областной больницы. Эта мера поддержки появилась в прошлом году. Воспользоваться ею могут инвалиды, неработающие пенсионеры и дети войны. Выплата покрывает до трех дней пребывания учреждением. Адалин Леонова расскажет подробнее. Для Владимира Козлова это уже третья остановка в пансионате. Мужчина приезжает на обследование из севера Курильска. При этом забронировать для себя место можно из дома. С учетом задержек авиарейсов учреждение работает и принимает людей круглосуточно. Этот номер, в принципе, он как раз для инвалидов, он, в принципе, очень удобен. Потому что и санузел тут все при месте, и кухня. А так, пока был, как все нормальные, но попадалось, как обычно, с общей столовой, общим санузлом. В принципе, браловаться мне не на что. Всего в пансионате 8 комнат. Атмосфера здесь царит спокойная. В каждом номере свой туалет, тумбочка для вещей и телевизор. Комнаты рассчитаны на проживающих в количестве двух, трех, четырех и пяти человек. Для общего пользования доступна кухня и душевая. Из досуга – небольшая библиотека. Всего у нас 26 койко-места. Практически у нас пансионат всегда заполнен на 90%. То есть один большой номер у нас мужской, один большой номер женский. Двухместные номера мы предоставляем, кто приезжает с маленькими детьми, потому что в общий номер их не посилишь. Льготным категориям компенсируют три дня проживания за счет бюджетных средств. Сутки в учреждении стоят 1200 рублей. Время пребывания сверх этого периода пациенты оплачивают самостоятельно. Если раньше нужно было собирать, кроме того, что заявление написать, еще нужно было взять вот это направление предоставить от врача и чек из пансионата, то сейчас необходимо только заявление от одной из категорий, кто будет проживать в пансионате. А остальные документы мы посредством межведомственного взаимодействия запросим у Министерства здравоохранения. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо иметь направление от лечащего врача. Он должен назначить пациенту обследование или лечение в областной клинической или детской больнице, а также в онкологическом диспансере. Аделина Леонова, Алексей Нестеров, Илья Назаров, Солнце ТВ. В Южно-Схоленске усилили мониторинг за расчисткой крови многоквартирных домов. На это городские власти пошли после первых плюсовых температур. Проверяют работу управляющих компаний в селах и планировочных районах ежедневно. За нарушение им выписывают предостережения, но реакция следует быстро, отмечают в профильном департаменте. Устраняют налить с помощью промышленных альпинистов. Специалисты напоминают, что полагаться только на управляющие компании не стоит. Это касается жильцов остекливших балкон. Если там не было предусмотрено козырька, должны навесы с козырьков своих балконов осуществлять очистку сами. Или должны заключить договор с управляющей организацией. Значит, если произойдет случай падения сосулек или снежных навесов, то ответственность за причиненный ущерб будет нести собственник жилого помещения. Сообщить о снежных навесах или сосульках на крышах можно на горячую линию Государственной жилищной инспекции. Ее номер на ваших экранах. Зафиксируют обращение и в отделе муниципального жилищного контроля по телефону 300-785, добавочный от 1 до 5. Ну а зимняя погода с отрицательными показателями вернется уже в четверг. В прошлом году Сахалинский фонд развития предпринимательства выдал в виде кредитов около полумиллиарда рублей. Займы на стимулирование бизнеса предоставляют под низкий процент. Южно-сахалинец Александр Качкаев, выпускающий колбасы и мясные деликатесы, стал одним из получателей поддержки. Предприятие, в котором он единственный сотрудник, работает меньше года. В своем цеху мужчина производит такие необычные продукты, как ветчина с фисташками или сервелат с кедровым орехом. Кредиты Александр планирует потратить на оборудование. Нам нужен для колбасы шприц, у нас есть гидравлический шприц, а нам нужен вакуумный гидравлический шприц, чтобы у нас изделия наши выходили более быстро, производились и более качественная набивка была в фаршемассе. Фонд развития предпринимательства учредил областное Минэкономразвитие. Деньги на поддержку бизнеса выделяют из бюджета. Кредиты дают по минимальной ставке. Например, если предприятие существует меньше двух лет, оно может получить до трех миллионов рублей всего под 4%. Когда предприниматель уже понимает, что он готов расти дальше или он уже вырос, ему необходимо какой-то дополнительный импульс развития, какие-то дополнительные знания, дополнительные оборотные средства для расширения своего производства, здесь есть и льготные займы, и обучение как самого предпринимателя, так и его сотрудников. Есть набор субсидий. Кроме финансовой помощи, сахалинские предприниматели могут бесплатно получить информационную поддержку в центре «Мой бизнес». Так, приняв участие в предновогодней ярмарке, Александр Качкаев значительно расширил рынок сбыта продукции. Воспитанники кванториума при гимназии номер 3 Южно-Сахалинска реализуют проект по аквакультуре. Его изюминка в том, что молоть лосося дети выпускают в реку рогатка, протекающую по городу. За закладкой икры наблюдал Дмитрий Зелинский. Этот 700-литровый аквариум – рыборазводный завод в миниатюре. Его создали кванторианцы, занимающиеся биологией и IT. Здесь вырасят мальков-киты, которых в мае выпустят в рогатку. В этой нерестовой реке лосось появляется редко. Авторы проекта хотят это изменить. Мы проводили, получается, опыты с ребятами, также биохвантами. Мы проверяли на количество нитратов, количество вредных показаний. Она соответствует норме, так что вполне реально сейчас запустить туда рыбу и вновь сделать ее непосредственно плодотворной. Вырастить лосося – дело непростое. Несмотря на хорошую выживаемость молоди у ребят, а она более 90%. Год назад проект потерпел фиаско. Из-за ухудшения качества воды мальки погибли. Айтишники доработали систему, следящую за температурой, мутностью и содержанием кислорода в аквариуме. Это устройство на данный момент у нас уже частично оно готово. Конечно, не особо лицеприятный вид пока что дети сделали. То есть у нас уже все блоки датчиков подключены. Ну и сейчас наша главная задача – это сделать систему оповещения при экстренных ситуациях, то есть когда показатели воды в критических условиях находятся. И также сделать автономный источник питания для нее, чтобы при отключении света она могла работать. Оплодотворенную икру кванториум привез директор рыборазводного завода. Аппарат для контроля воды разрабатывают по его заказу. Крохотные эмбрионы заняли место на галечном дне аквариума. Здесь они вылупятся и подрастут. Сейчас заходы лосося в реки областного центра единичны, но это можно изменить, очистив водоемы и начав искусственное воспроизводство. На сегодняшний день, согласно рыбохозяйственной характеристике водного объекта реки Рогатка, которая впадает в Сусую, имеются нерестовые площади как горбуши, как киты, так и семы. Я думаю, это возможно, просто объемы должны быть больше на базе технопарка Кванториум. Насколько мне известно, там порядка тысячи мальков было заложено. Но этого количества недостаточно. Надо порядка 4-5 миллионов штук, чтобы со временем туда пошел возврат. Система мониторинга воды, созданной кванторианцами, стоит на порядок дешевле, чем фирменные аналоги. Ее будут использовать на рыбозаводе на реке Красноярка в Хомском районе. Ну а мечта детей о заселении Рогатки рыбой однажды может исполниться. Возможно, они сами в будущем в этом поучаствуют. Дмитрий Зелинский, Алексей Нестеров, Александр Тютюников, Андрей Лангерман, Солнце-ТВ. Учащиеся детского технопарка Кванториум оформили макет научно-образовательного центра Сахалинтех. Ребята от 11 до 16 лет под руководством опытных специалистов раскрасили модель здания современного кампуса. Юлия Малахова всегда мечтала научиться рисовать и создавать красивые проекты. Этому девочка уже 4 года обучается в Кванториуме по направлению промдизайн. Когда ей предложили принять участие в доработке макета Сахалинтех, сразу заинтересовалась. Юля признается, что лучше всего удается разукрашивать мелкие детали. На данный момент мы делаем новые корпусы для нового колледжа, который мы собираемся закончить, примерно, сегодня. Ну, планируем, может быть, завтра. Краски, к сожалению, названия не помню, но знаю, что очень хорошие, сама не пользуюсь. А вот кто что определился, тот уже кто сам захотел, кто больше, что умеет рисовать, какие-то детали, кто больше, за большие объемы, кто за меньшие. Ранее уже создавалась миниатюрная копия образовательного кампуса. Она была напечатана на 3D-принтере и представлена на выставке «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться». По филаменту мы на это потратили около 5 килограмм 3D-пластика. Модель максимально приближена к реальной. То есть Сахалинский государственный университет передал нам изначальные модели, проекты, чертежи. После чего наши инженеры совместно с детьми спроектировали модель. В данный момент она занимает примерно полтора метра, это если развернуть все здания. Учащиеся направления промдизайн активно занимаются доработкой макета современного кампуса. Кроме того, школьники приступили к подготовке подложки из фанеры и создания миниатюрных деревьев. Этот проект ребята готовят для участия в фестивале молодежи, который состоится в Сочи в марте этого года. Мы пригласили старшеклассников, пригласили кванторианцев для того, чтобы обсудить с одной стороны внешний вид будущего кампуса, с другой стороны обсудить содержание университета 4.0. Фактически ребята сегодня завершат при использовании современных технологий изготовление будущего макета. Для учащихся кванториума провели лекцию о кампусе мирового уровня «Сахалинтех». Ребятам рассказали о перспективах, которые перед ними откроются. Также школьники познакомились с программами подготовки для одаренных детей по модели «Сириус». Вы смотрите итоговый выпуск программы «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. День памяти ветеранов боевых действий отметили в Южно-Сахалинске. 35 лет назад, 15 февраля 1989 года, последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Посвященные героям Отечества мероприятия прошли в четверг по всей стране. На площади славы собрались воины афганца, ветераны Чечни, конфликтов на территории республик бывшего СССР, Сирии, а также СВО. В настоящее время в области проживает несколько тысяч участников боевых действий. Они и их семьи нуждаются в поддержке, уверен многолетний руководитель региональных ветеранских организаций. Проблема самая главная, чтобы у ветеранов боевых действий, сейчас нынешних и прошлых, ну эти нынешние, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне, что они если погибнут, что их семьи родители не забудут, как он у нас до сих пор делит. Семьи погибших в Афганистане получали по 5 тысяч, а это по 1200. Не надо делить никого. И главное, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, как это было в старые добрые времена, когда я был еще в Советском офицере, что они могли поступить на работу, все пришли устроиться, отношения человеческие. После минуты молчания и оружейных залпов к мемориалу возложили цветы. В церемонии приняли участие ветераны, курсанты клуба «Десантник» и юно-армейцы, а также представители общественности, органов власти и депутаты. В аэровокзале островной столицы внедряют в работу новую цифровую систему. Это производственная программа распределения ресурсов, известная в международной практике как АРАМС. Она позволит сотрудникам быстрее и качественнее обслуживать рейсы. Программа, с помощью которой будут управлять технологическими процессами, установлена на смартфоны. Их уже получили диспетчеры по загрузке. Руководители назначают работникам задачи, те видят их на экране устройства, отмечают начало и конец выполнения операции. Плюс они заранее смогут спланировать свою рабочую смену, они видят задачи, которые им поставлены диспетчером, и четко понимают свою загруженность. То есть, когда он будет занят на определенных работах, когда у него будет технологический перерыв. Раньше все данные фиксировали на бумаге, а команды передавали по рации, рассказали в пресс-службе аэровокзала. Аппараты скоро выдадут агентам регистрации, водителям и операторам по комплектовке багажа. К пиковому периоду нагрузки, который придется на весну и лето, их получат более 60 специалистов. Чехов Центр готовит премьеру пластического спектакля «Снегурочка. Не сказка». Режиссером постановки выступила главная балетмейстер театра Маргарита Красных. С ее творческим стилем островной зритель уже знаком по работам «Онегин» и «Шекспир.сон». В этот раз в основу постановки легла пьеса Александра Островского «Снегурочка». Старую историю зрителям расскажут на «Современный лад». О том, что будет в спектакле, расскажем в следующем сюжете. Это первая репетиция спектакля на сцене. Пока артистам не нужны костюмы, а декорации присутствуют лишь частично. В центре площадки разместили будущую палату, в которой проходят дни смертельно больной девушки Майи. Она, ее родители и люди вокруг – это творческий ход режиссера, который поможет сделать «Снегурочку» Островского более современной и понятной зрителю. При этом основной сюжет со всеми сказочными персонажами и событиями сохранен. Вот эти два параллельных мира я совмещала для того, чтобы зритель в зале, глядя в сказку, видел в ней большее, чем просто привычное название сказка «Феерия». Больше, чем… Ой, ну это же выдумка, да, мысль, что это все равно выдумка, такого в жизни не бывает. То есть через вот эту сказку Островского попытаться представить реальное обстоятельство, где нужна такая же сильная вера, как «Снегурочка», для того, чтобы понять, что она способна любить. В спектакле задействован большой актерский состав. Главные роли «Снегурочки» и Майи исполнят две артистки – это Анастасия Жеромская и Диана Атанова. Из спектакля в спектакль они будут сменять друг друга, чтобы лучше прочувствовать точки соприкосновения героинь, рассказывает режиссер. На самом деле мы сейчас находимся в поисках, так как работа только-только началась, и мне очень интересно испробовать и ту или другую роль. И поэтому необычно на самом деле примерять на себя образ и человека, а во втором образе – это «Снегурочка», там уже совсем какой-то необычный инопланетный образ, можно так это сказать, и там совсем другие чувства, другой спектр эмоций. В спектакль пластический все чувства, мысли, диалоги и эмоции персонажей переложены на действия. Кроме этого, прямо на глазах у зрителей будет происходить смена времен года и погодные явления, тоже не без актерского мастерства. Все это будут сопровождать авторские музыкальные композиции, написанные специально к постановке. У меня есть и пластика, и драма, потому что у нас вот с Марией Баклановой мы играем родителей, и у нас есть текст у единственных в этом спектакле. Он полностью авторский, и даже мы можем вносить в него поправки какие-то, ну, как нам покажется. То есть что-то в момент репетиции мы можем почувствовать, и родиться может быть новый текст. Если судьбу Снегурочки в своей пьесе более 150 лет назад определил Островский, то узнать о жизни подростка Майи зрителям предлагают самостоятельно. Премьера спектакля состоится 23 и 24 марта на Большой сцене Чахов-центра. Аделина Леонова, Алексей Вершинский, Артем Кочнев, Солнце ТВ. В Сахалинском художественном музее проходят мастер-классы по рукоделию. Их приурочили к выставке, где представят работы женщин-представительниц коренных народов Севера. Для гостей свое мастерство одной из первой представила искусница из Якутии Аксинья Ефимова. Подробности расскажет наш корреспондент Валерия Елисеева. Аксинья Ефимова использует два способа для создания своих работ. Это плетение бисером и вышивка с помощью волос оленя. Вышивка под шейным волосом у нас вышивается на изделиях, например, бьюк оленей. Вот бьющины, там тоже украшение. Вышивка под шейным волосом, вот цветная вышивка бывает. А также на фартуке, называется нелыкань, женском фартуке тоже вот. И на фартуке сразу определяется, какой цвет у девушки, да, светлый. И вот соседи сразу, да, эта девушка не замужнее, например, а более пожилым, вот темным цветом. Олень играет огромную роль в жизни народов Севера. С ним связано множество древних преданий. Например, по поверью, белый волос обладает защитными свойствами, а крашенный ольхой цвет означает силу рода. Участники мастер-класса научились не только вышивать, но и познакомились с культурным наследием оленеводческого народа. Мастер-классы я решила все-таки перенять у кого-то, посмотреть, как другие занимаются. Вообще, я занимаюсь давно уже рыбикожей. И изделия у нас находятся и в Пекинском национальном музее, и в Сахалинском областном музее. Вот изделия мои есть. Серия мастер-классов приурочена к выставке «Женщины Севера. Искусство быть мастерицей». Мы решили объединить несколько мастериц дальневосточного региона. И для этого пригласили мастериц Хабаровского края, с Камчатки, с Чукотки, с Республики Саха, Якутия. И, конечно же, представлены наши мастерицы, из наших сахалинских мастериц. Кроме этого, пройдут еще мастер-классы по плетению пояса. Ульчи в Хабаровском крае на Амуре единственные, кто плели пояса из ниток. Выставка «Женщины Севера. Искусство быть мастерицей» откроется в пятницу, 16 февраля, в Областном художественном музее. Лыжный спорт, пожалуй, стал самым популярным видом в один из февральских дней. По стране прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В этом году ее провели в 42-й раз. Одними из первых на старт вышли сахалинцы. На этот раз подключились к акции около 2000 человек. Как это было в Троицком, расскажет мой коллега. Дистанция в 200 метров, хоть и самая короткая, но и эмоций дает не меньше, чем марафон. Родители поддерживают своих детей, как и на профессиональных соревнованиях. Первый финишную черту пересекает Нина Безяева. В силу возраста девочка еще даже в спортшколу не ходит, но уже с трудом находит места для медалей. У нас уже есть где хранить, у нас есть полочка специальная. Там у нас уже есть медали. Много. Но в основном у нас беговелы, велосипед. И вот в лыжах вторая медаль у нас уже. В прошлом году она в Троицком марафоне заняла третье место. И вот в этом году первое место в «Лыжней России». Троицкая – лишь одно из мест проведения «Лыжней России» на Сахалине. Организовали ее по всему острову – самой северной точкой Сталаха. Участники в зависимости от возраста бежали дистанцию от 200 метров до 10 километров. На старт вышли островитяне от 4 до 80 лет. Да, некоторые пытаются, заявляются на 10 километров, пойдут, пройдут 2-3 километра. Говорят, нет, мы пойдем. Мы не контролируем. Строгости такой нету здесь явно. Человек, если не может пройти, ну, хорошо, что 2 километра прошел или 3. «Лыжней России» – часть федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Дни он стартовал в 2020 году. В этом, в 2024, срок его проведения на Сахалине подходит к концу. В декабре подведут итоги. «С 2025 года, безусловно, будет инициирован новый проект. Этот проект направлен на поддержание всех отраслей спорта. От строительства объектов в рамках «Спорт. Норма жизни» в этом году, в прошлом году построено два объекта. В этом году будут построены открытые площадки в рамках «Спорт. Норма жизни». На этот раз «Лыжню России» посвятили году семьи, поэтому и на дистанции выходили родители с детьми. В целом, по стране в гонке приняли участие почти полмиллиона человек. Это не только любители. В числе вышедших на старт и ветераны спорта, и профессионалы. Влад Французов, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин. Сонс ТВ. Первый всероссийский спортивный зимний марафон «Силы России» стартовал в стране. Одним из первых регионов к нему подключилась Сахалинская область. На главной площадке мероприятия побывал Дмитрий Зелинский. Марафон стартовал во всех районах Островной области. Более трех тысяч участников, 50 площадок. Мероприятие обещает стать одним из самых массовых. Официально события открыли в Политехническом колледже САГУ. Его директор говорит, благодаря спортивным достижениям студентов. Иногда наши спортсмены выезжают из-за пределы, становятся и мастерами спорта, и даже чемпионами мира. Я говорю про отдельный вид единоборств. Поэтому было принято решение на оргкомитете, что именно здесь будет стартовая площадка для открытия марафона «Силы России». После короткого напутствия в актовом зале студенты вышли на мастер-класс. Комбинированные тренировки провели президент Федерации кикбоксинга Сергей Киш и Александр Ким, автор адаптивной аэробики. Какое первое упражнение приходит в голову, когда вы утром встаете? Нет, мы долго моргать не можем, холодно. Головой повращать? Отлично. Первое упражнение мы вращаем головой. То есть, но мы вращать не будем, будем выполнять наклоны, окей? Это вот первое упражнение. Пробуем? Начинаем в правую сторону. Под музыку. В программе фестиваля мастер-классы, тренировки на открытом воздухе, катание на горных и беговых лыжах, коньки, хоккей, валенках. Участниками, говорят организаторы, станут сахалинцы всех возрастов, от дошколят до пенсионеров. Завершится мероприятие в середине марта спортивной масленицей. Я уверен, что это будет увлекательно, это будет по-семейному, а что вдвойне, я считаю, хорошо и правильно, когда год, 24-й год, президентом объявлен годом семьи. Мероприятие, надеюсь, может стать круглогодичным, не круглогодичным, а регулярным, на регулярной основе. И, собственно говоря, будем проводить его, я уверен, что успешно. Узнать расписание занятий марафона можно на сайте областного министерства спорта. Все тренировки от профессиональных спортсменов будут проводить бесплатно. Дмитрий Зелинский, Алексей Вершинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. На Сахалине подошел к концу региональный этап турнира по школьному баскетболу. Лучшими среди девушек стали долинцы, а среди мужчин равных себе не нашли ученики из областного центра. Теперь они представят область на Дальнем Востоке. За финалом наблюдала наша съемочная группа. Состав финалистов женского турнира предсказуем. Многолетние соперники, 2-я школа Долинская и 22-я Южно-Сахалинская, сошлись в решающей встрече и на этот раз. За столичных баскетболистов играет богатый бэкграунд. Девушки дважды представляли область на всероссийском суперфинале. Очное же противостояние тоже за Южно-Сахалинками. Предмачевые расклады разрушила строго игра в обороне долинской команды. В атаке решали Эльвира Хадюкова и Виктория Каменева. Последнюю и вовсе признали самым ценным игроком финала. На ее счету 14 очков, 5 перехватов и 6 подборов. А у команды победа над заклятым противником. Южный каждый год наши соперники и мы с ними достойно боремся и сражаемся постоянно. В Долинске мы с ними сыграли очень напряженно, проиграли. Тут старались выложиться на всю, чтобы выиграть и забрать победу. На самом деле я сама в шоке нахожусь, потому что мы все года, 5 лет уже старались выиграть, но никак не получалось. И сегодня мы просто вывезли на командной игре, потому что мы усердно тренировались и пытались выиграть. И сегодня это получилось. Для Долинска право представлять регион на федеральном уровне событие редкое. Последний раз девушки это делали больше 10 лет назад. Путь к победе лежал через муниципальные и дивизиональные этапы. Сначала они стали лучшими у себя в районе, а затем и в дивизионе. Конечно, это восстановиться нужно после тяжелых игр. Игры были нелегкими, и вчера мы с трудом выиграли Аху. Надо восстановиться, а дальше будем тренироваться в плотном режиме. Всего в этом году за победу боролись команды из 15 районов. Не участвовали лишь северные и центральные курилы, а также ноглики. Среди парней сильнее остальных были ребята из 6-й школы областного центра. В финале они переиграли соперников из Александровско-Сахалинского и теперь попробуют свои силы на дальневосточном этапе. Ежегодно проходит в разных городах Дальневосточного федерального округа. Принимали у нас города Хабаровск, Владивосток, Чита. И в этом году, слава богу, у нас ребята никуда не поедут. В домашних стенах будут играть. Впервые он пройдет в Южно-Сахалинске с 14 по 18 марта. 22 лучшие команды со всего Дальнего Востока, 11 девушек, 11 юношей, будут бороться здесь за путевки на суперфинал. Где он пройдет, еще предстоит решить. На него от Дальнего Востока смогут поехать две команды. У Сахалина подобный опыт уже есть. Лучший результат – 13 место. Влад Французов, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин. Солнце ТВ. В Южно-Сахалинске определили лучших лыжников в классическом стиле. На лыжебиатлонном комплексе «Триумф» состоялись региональные соревнования «Юный динамовец». В них приняли участие 250 спортсменов из шести районов. Состязались в шести возрастных категориях – от 9 до 14 лет. Подробности в следующем сюжете. Этот высокий звук отправляет на дистанцию 250 спортсменов. В числе первых – Наталья Сляднева. Девушка не просто ушла на лыжню раньше многих, но и пересекла финишную черту в статусе лидера, показав лучшее время. Южно-Сахалинка занимается этим видом спорта всего год, но успехи не заставили себя ждать. У меня есть еще серебряная медаль, когда я в садике занималась. Здесь я бежала на статус 100 метров. И я бежала. Золото, как раз, есть соревнования в честь каникул. У меня золото. И еще я вторая на соревнованиях по коньку. На лыжню вышли ребята в шести возрастных категориях. Самым старшим здесь 14 лет, младшим – 9. Все бежали классическим ходом с индивидуальным временем. Старт каждые 15 секунд. Данное соревнование собрало около 250 человек из разных регионов области. Это и Долинска, Нива, Корсаков, Новлики, Аха, ну и другие районы Южно-Сахалинска. Сегодня будут дистанции 500 метров, километр и 3 километра. Региональный турнир «Юный динамовец» проводит не один десяток лет. С 1998 года он назывался «На призы Анны Ермаковой». Теперь его организуют в память о ней. Прославленная лыжница не стала в сентябре прошлого года. Конечно, потеря большая. Все же столько она воспитала разрядников, мастеров спорта. Ну, на сегодня вот так. Мы сейчас, связи с тем, что у нас таких молодых перспективных пока нету, мы их будем готовить. Потому что сейчас будет избран новый председатель. Значит, их главная задача – это повышение спортивного мастерства. В прошлом году Всероссийское спортивное общество «Динамо» отпраздновало 100 лет. В 2025-м исполнится век и с момента создания Сахалинского отделения. Отмечать обещают также спартакиадой. Дарья Янченко, Влад Французов, Александр Тютюников, Андрей Лангерман, Солнце ТВ. Больше ста сахалинцев присоединились к всероссийским соревнованиям «Лед надежды нашей». Местом проведения традиционно стал стадион «Космос» в городском парке областного центра. Показать лучшее время на дистанциях смогли участники от 6 лет и старше, имеющие любой уровень подготовки. На открытие побывала наш корреспондент Валерия Елисеева. Евгению Лаповичу всего 6 лет. В таких состязаниях дебютировал впервые. Мальчик занимается коньками не так давно, но уже показал на льду свой спортивный азарт. Надо садиться в посадку, сидеть и набирать скорость. Мне нравится кататься. Я хочу стать хоккеистом. У меня уже очень много тренировок прошло. Уровень подготовки у всех разный. Здесь воспитанники спортивной секции, фигуристы, хоккеисты, а также любители, которые просто ходят на каток для удовольствия. Потому что я очень люблю коньки. Я на них обожаю кататься. Это мой самый любимый спорт. Меня на тебе папа. Конькобежцев пришли поддержать тренеры, родственники. Среди них заслуженный мастер спорта СССР Ираида Зыкова. Она неоднократно становилась победительницей как региональных, так и зональных соревнований. Хороший лед пока, погода хорошая. Но такого размаха мне очень хочется, чтобы был скоростной бег на коньках. Я набирала детей. У меня малышей в то время было столько снега, что дети начали приходить. Мы чистили дорожки, только потом катались. Сегодня мы пришли коллеги, наши воспитанники. Воспитанники из дневного отделения, проживающие наши ребята. Собственно, мы все, всей семьей. Главное – участие, а не победа. Поэтому командный дух, я думаю, что это важнее, чем первое место. Для совсем маленьких были дистанции 250 метров. Взрослые бежали 500. Участники, которые пришли без коньков, могли их взять на прокат бесплатно. Организаторы предусмотрели теплые палатки с обогревом, а также был предложен горячий чай и пирожки. В этом году мы немножечко поменяли формат соревнований. В прошлом году мы проводили по прямой. Забеги. Сейчас мы в этом году формат шорт-трека сделали. Бег по кругу. Соответственно, они у нас будут лежать друг за другом в спину и догонять друг друга. По итогам соревнований каждый участник получил памятные призы. Победителям вручили грамоты и медали. Валерия Елисеева, Александр Тютюников, Илья Назаров, Солнце ТВ. Эфир нашей программы подходит к концу. Выпуск завершит прогноз погоды. А у меня на этом все. Напомню, свежие новости Сахалинской области. Мы рассказываем на Солнце ТВ каждый вечер в 20.00. А сюжеты, выходившие в эфир, можно найти на нашем YouTube-канале. В студии был Влад Французов. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Солнце ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...